Я работаю в этих организациях, это социологические, научные организации в том или ином смысле, в Санкт-Петербурге. Центр независимых социологических исследований, Европейский университет в Санкт-Петербурге на факультете политических наук и социологии. И с самого начала работы, по крайней мере в Центре, я занимался исследованием геев и лесбиянок в России. То есть это не было что-то, связанное с queer в таком, может быть, более интересном для меня сегодня плане. А было связано именно с ЛГБТ-исследованием и их частью, которая посвящена именно геем и лесбиянкам. Но, тем не менее, в какой-то момент теоретические наработки queer-теории показались гораздо любопытнее для анализа той ситуации, в которой мы, ге-эльсбиянки, находим себя в России сегодня, гораздо более адекватными. И, может быть, мне удастся это сегодня уже каким-то образом наметить. Хотя больше все-таки я буду рассказывать о своем исследовании и тех историях, которые мне рассказывали люди, так или иначе, идентифицирующие себя как именно геи или лесбиянки. Это, наверное, важное замечание. Потому что queer-теория, она больше, чем только об этом. И у меня есть даже цитата из одного из этих интервью, которая полностью объясняет, что такое queer-теория. Вот это то, чем мы постараемся сегодня заняться и что мы постараемся проанализировать в полном объеме. Конечно, это история, как вы видите, о прошлом, о настоящем и о будущем. Уже здесь это становится очевидным. И поэтому я буду обращаться к советскому прошлому, который не только интересно и любопытно, но и имеет очень важные выводы в теоретическом и практическом плане. Самое главное — в политическом плане. Потому что мне бы хотелось выйти в конечном итоге на какое-то особое понимание определения политики в queer-теории и, собственно говоря, даже больше не в теории, а вот в нашей с вами повседневности. Такой обобщающей повседневности, поскольку хочется говорить не о ситуации там конкретной какой-нибудь России, а ситуации вообще. Поскольку, хоть мы и разделены различными границами, да, но есть нечто, что нас объединяет. И это, безусловно, та вселенная, которую мы населяем. Так что речь пойдет о политике, о политике в разных ее проявлениях и, прежде всего, об очень особой форме политики, о политике, которую могут практиковать люди, о политике повседневной, повседневности политической. И каким образом вот эта вот наша политика повседневная, то, что делаем мы сами, да, может противостоять более сильной и, казалось бы, более конвенциональной политике, более... вот то, что обычно имеют в виду под словом политика. Это государственная политика или другой вариант активизма, да, политика, которая тоже практикуется людьми, но в таких полупартийных или каких-либо других институциональных объединениях, да, когда есть четкая повестка, цель, задачи, план по выполнению и, может быть, даже календарный план и бюджет. Вот как эти формы политики немножко могут вступать в противоречие с политикой повседневной. И, собственно, то, каким образом, да, это противоречие можно нащупать, мне кажется, как раз об этом и рассказывает то, что можно назвать квир-теорией. То есть это для меня будет акцентом. Для этого придется совершить путешествие в прошлое, но искать в этом прошлом будущее, да, как вот то, чем, собственно говоря, и занимается штаб под разными названиями, и старым, и новым, как я понял из введения. Это прошлое, и точка отчета для него... Ну, это, конечно, только я беру такую просто точку отчета, можно, наверное, брать другую какую-то точку отчета. Это 1917 год. То есть это революция, которая раньше называлась Великой Октябрьской социалистической революцией, может быть, где-то до сих пор так и называется, да. Вот, например, в Российской Федерации теперь она больше так не называется. Не знаю, следите или нет за новостями, там, как же... Октябрьский переворот называют. Я слушал по Музею политической истории Петербурга. То есть там было обозначено, как Октябрьский переворот. Да, может быть, там они могут так, но есть еще официальное название, и, по-моему, это просто теперь называется русская или российская. Вот я, к сожалению, не могу вспомнить точно, но это важно. Хотя... Это революция, и она включает в себя все события 1917 года, не только Октябрьскую, но еще и февральскую. Такая попытка как бы немножко затереть значение октября, хотя это значение, как вот я попытаюсь рассказать, может быть, достаточно любопытно и для нашего настоящего и будущего, поскольку там был предложен интересный вариант развития этого нашего будущего, хоть, может быть, и не удавшийся в конечном итоге. Но начнем прямо вот просто с того, что изменилось прямо вот с приходом новой власти, которая называла себя тогда диктатурой пролетариата, новой формой правления по сравнению с царизмом. И здесь указаны какие-то пункты, да, вот этой новизны, которые касаются предмета, собственно, исследований, интересующих меня. В основном это вопросы, связанные с сексуальностью, с гомосексуальностью, с гендером, патриархатом, с феминизмом. Вот этот такой пул возможных тем. Ну, очень кратко, вот то, что здесь есть. У царя существовал уголовный запрет на отношения сексуальные между мужчинами. Это было декриминализовано еще в феврале, а большевики подтвердили эту норму, да, гомосексуальные отношения стали легальными. Патриархатное право, право, которое давало больше привилегий мужчинам на формальном уровне, тоже присутствовало в царизме. Это отменяется большевиками уже, и причем отменяется достаточно радикально, в частности, в семейном праве, когда женщина не должна была спрашивать разрешение на развод, а могла просто посылать открытку бывшему уже мужу, что, дорогой, наши дорожки разошлись, до свидания, больше мы не муж и жена. И подобные другие инициативы, аборт и так далее. Иерархичная организация, прежде всего, общество в царизме. То есть это было общество сословное. Каждой группе были приписаны какие-то особые права и обязанности, и они их должны были выполнять. Диктатура пролетариата предполагала классовое общество, которое не было обществом равных на этом этапе, но которое стремилось к тому. И это будущее общество было бы общество только угнетенных групп, которые, в частности, марксисты видели в основном пролетариат. Но также потом присоединились, как вы знаете, крестьяне и прослойка. Консервативная идеология, то есть открытый консерватизм на уровне политики, то есть консерватизм, который не стеснялись, тоже заменялся на новые идеологические нормы, и прежде всего стоит упомянуть сексуальную революцию. Вот как рассказывают часто о 1920-х годах в Петрограде, буквально по Невскому проспекту, главной улице города маршировали обнаженные люди, женщины, мужчины, которые тем самым как бы демонстрировали полное раскрепощение от буржуазных уз, одежды и прочих каких-то ограничений, и чувствовали себя, и демонстрировали всем другим полную свободу. Свободу в теле, свободу в конечном итоге, в мыслях, в творчестве и так далее, и так далее. То есть начинает реализовываться некая утопия. И здесь вот хочется провести такое разделение на два типа утопий, которые начинают реализовываться в этот момент. С одной стороны утопия государственного образца. Выражаемые в диктатуре пролетариата чуть позже в предписаниях номенклатуры нового класса, который начинает диктовать свои условия всем остальным. Выражаемые там, не знаю, прежде всего представляемые Политбюро и другими советскими чиновниками. Новая утопия, то есть какое-то видение будущего, которое будет гораздо лучше, чем настоящее, по сравнению, ну, в этом случае с царизмом, но также и другими уже более современными периодами, против которых выступала партия. И другая утопия, которая мне несколько интереснее. Эта утопия, это поседневная утопия. Утопия, о которой больше будет сказано чуть позже, но которую надо иметь в виду, что параллельно с этой вот государственной утопией, большой, крупной, имеющей институты и механизмы, которые будут ее реализовывать, развивалась еще одна утопия в повседневной жизни граждан. Ее политические эффекты как раз меня интересуют гораздо больше. Масштабная утопия, вот это вот советское видение будущего, реализовывалась в три интересных шага, социологической точки зрения. Первый шаг — это оккупация материального пространства. Что это означает? Понимаете, государство, которое пока еще представлялось как демократическое государство в 20-е годы, постепенно оказывалось во всех материальных пространствах страны. Вот оно буквально как будто бы это некоторое физическое такое вот живое существо буквально приходило на все новые и новые материальные пространства, на городские площади. Например, вот была площадь городская, и вдруг там оказалось государство, и вы это чувствовали. Вы, может быть, не видели его, это государство, воочию, но вы чувствовали, что оно там. Или у вас была квартира какая-нибудь, и вдруг в вашей квартире тоже оказывалось государство. Вы могли это вот на своей шкуре, и такие свидетельства действительно описываются, почувствовать, что оно пришло к вам в дом. Оно пришло к вам в дом в форме новых законов, в форме регулирования, в форме дружин, которые патрулировали парки и площади, в форме партийных чиновников, которые приходили вам в квартиру и говорили, что теперь она вам не принадлежит, а принадлежит кому-то еще, и здесь вот будут располагаться какие-то новые люди, здесь другие люди. То есть оно постепенно приходило в любые материальные пространства. И вдруг все пространства, когда оно уже обосновалось там, стали общественными, стали публичными. То есть никакого другого типа пространства не оказалось в конечном итоге. Квартиры, комнаты, туалеты, ванны, я не знаю, все что угодно. Помимо тех пространств, которые мы и так понимаем как публичные, типа городских площадей, все вдруг становились публичными. В том числе это относится и к гомосексуальным пространствам, к пространствам гомосексуальной субкультуры городской, которая с конца 19 века активно развивалась практически во всех городах Российской империи. Ну и здесь есть такая иллюстрация наиболее популярных в этой мужской, в данном случае гомосексуальной субкультуре, бань. Вот эта баня Сандуны в Москве с конца 19 века была таким полупубличным субкультурным местом для встреч, для мужчин, которые искали сексуальных отношений с мужчиной. В 20-е годы подобные места стали администрироваться государственными чиновниками. И, соответственно, там возникали новые конфликты в этом смысле. Но это еще не все, понятно. Второй шаг. Если этот механизм реализации новой утопии постепенно захватил материальные пространства, следующий шаг будет захватывать публичные сферы. Публичное пространство уже принадлежит этому новому государству. Теперь публичную сферу. Что это означает? Это означает способ мысли. Теперь его нужно начать полностью оккупировать. Ну, многие исследователи советского говорят о том, что есть даже точная дата, когда это стало происходить наиболее ярко. Это середина 30-х годов, когда партия и органы партийные начинают полностью контролировать то, что нужно говорить, то, как нужно говорить, то, каким образом необходимо думать, и все остальное цензурируется. В этом отношении намечен очень серьезный шаг назад и в области сексуальных свобод и сексуальной революции. Те достижения первой советской эпохи, включая декриминализацию гомосексуальности, семейные отношения, брачные, аборты и прочее, все это отменяется и восстанавливается в той или иной степени, конечно, не так радикально, как при царизме, но все же старый порядок. Мужчины снова подчиняются уголовному кодексу, если они совершают сексуальные контакты с мужчинами. Женщины в этом случае отправляются в психиатрические лечебницы, аборты отменены, процедура развода ужесточена и так далее, и так далее, и так далее. То есть старый порядок начинает восстанавливаться. И для демонстрации того, что это происходит, также проводятся такие показательные суды, достаточно крупные судебные заседания. Ну, например, уже в Ленинграде тоже проходили такие над целыми большими группами гомосексуальных мужчин. Ну, один из случаев, по крайней мере, рассказывает о 120 человеках, которые были осуждены за контрреволюционную пропаганду именно за то, что их поймали как гомосексуалов. Да, происходит идеологическая пропаганда, то есть новая форма контроля над мыслями — это новая идеология, очень жесткая идеология, шаг в левый, шаг в правый, расстрел. Но не это главное, да? А главное, что эти нормы постепенно воспринимаются людьми, и они начинают контролировать то, что говорят, что можно говорить, а что нельзя. То есть возникает самоцензура. Исследователи называют этот период и само это явление сексуальной анорексией. Поскольку... Что это означает? Это означает, что любое упоминание секса и сексуальности оказалось чрезмерным. Все, какую-нибудь ерунду даже. Кажется, что это уже то, что сегодня называют, например, в России пропагандой гомосексуальности и вообще сексуальности. Любое упоминание кажется чрезмерным. Это и есть такой режим говорения о сексе, как сексуальная анорексия. Это второй шаг. Но если оказывается подобное давление, если государство практически телесно приходит к вам в дом, на городские площади, а потом и к вам в голову, то это не может пройти просто так. У этого есть какой-то эффект. И эффектом подобной истории стала организация параллельных миров, параллельного государства, параллельного пространства, параллельной жизни, какой-то альтернативы, где вот в такой повседневной интеракции, в повседневном взаимодействии, в повседневной жизни реализуется отличная от государственной утопия, отличная форма государства. Это проект. Вот его хочется реализовать каким-то при помощи тех инструментов власти, которые людям доступны в верхушке. Но реализуется все никогда не так, как проекты пишутся. Даже на каких-то малых масштабах это видно. Знаете, какой-нибудь всегда требует, например, заявку на исследование тогда делаешь, какой-нибудь исследовательский проект. Как ты, в какой месяце, что будешь делать конкретненько, какие критерии оценки, успешности своего проекта ты, индикаторы, да, ты предусмотрел и так далее. А когда ты уже начинаешь это делать, получается несколько не то. Жизнь вносит свои коррективы. Вот такая вот есть банальность. Но, тем не менее, эта банальность, это и есть повседневная такая вот утопия. То, что реализуется на самом деле, и то, что имеет свой альтернативный, параллельный проект. Вот, чтобы его продемонстрировать, я выбрал эти фотографии. Их сделал Евгений Фикс, который будет тоже на этой школе. Такой художник-концептуалист, проживающий в Нью-Йорке, родом вроде как из Москвы, то есть, которым интересует, в общем, наше постсоветское пространство. И он запечатлел вот эти места. Да, вот московские. Парк Борьково, Эрмитажный парк. Что это за места? Понятно? Плешки, Сокольники, Александровский парк, Цветной бульвар. Там были туалеты, здесь кусты, какие-то пространства, которые позволяют оставаться одновременно на публике и в то же время скрываться. Потому что, с одной стороны, нужно анонимно с кем-то познакомиться, с другой стороны, цель этого знакомства предполагает интимность пространства. Поэтому это особые места. Вот площадь Свердлова, но это не Свердлов. Да, здесь. А даже наоборот, Карл Маркс с Голубем. Одна из наиболее таких знаковых плешек, площадей Москвы, где собирались именно мужчины и гомосексуалы. На протяжении практически всего периода существования Советского Союза, несмотря на 30-е, несмотря на какие-то 40-е, 50-е и так далее, и так далее. Или пушка. Это место именно для лесбиянок советских. Есть все эти запреты, а есть вот эта вот параллельная жизнь Советского Союза и советских граждан в ней, которые не учитывают, что существует какой-то другой, да, вот этот вот советский проект утопичного будущего, а живет своей параллельной жизнью. Что вы видите на этих фотографиях? Вы видите этих людей? Как нет? Пой же нет. Понимаете, вот они, смотрите, у Большого театра города Москвы какое огромное количество собралось геев и лесбиянок или вот в окнах этого кафе. Их очень много здесь. Может быть, они не проявляются телесно на этих фотографиях. Почему они там не проявляются? Потому что они живут в этой параллельной Вселенной. Потому что они... Это здание, это здание, которое стоит в Советском Союзе, столице этого Союза, в центре этой столицы. А они живут в параллельном Советском Союзе. Поэтому на камеру, может быть, не всегда их тела попадают, но они там в большом количестве, как и следует из названия, присутствуют. Это то, что хотел концептуально художник показать, как концептуалист, собственно говоря. То, что действительно следует из любого социального анализа этого прошлого. Вот эта параллельная утопия, повседневная утопия, которая развивается в Советском Союзе, она делает некоторых людей, может быть, телесно невидимыми, но они все равно присутствуют в этих пространствах. Вот еще какие-то фотографии, ну, уже понятные, бани, общежитие МГУ. Есть еще вот такая вот цитата, я не буду ее читать, вам не надо, может быть, ее читать, но она просто иллюстрирует из моих интервью, которые я брал с, в данном случае, мужчинами, геями старшего поколения, когда они вспоминали вот об этом советском прошлом. они, конечно, перечисляют, да, здесь Петербург, да, там, но примерно та же самая субкультурная штука, какие-то публичные места, в которых принято бывать и в которых воссоздается, воспроизводится вот эта вот параллельная страна, альтернативная утопия. Почему это утопия? Потому что, если вы представите эти площади занятыми людьми, вы увидите, насколько они демократичны. Не знаю, какое еще слово просто подобрать, да, может быть, это не самое лучшее, насколько они разнообразны. Вот, значит, геи, вот вам лесбиянки, вот вам агент КГБ, милиция тут же ходит, а мама с ребенком катит куда-то коляску, инженер прошел, рабочий. Все они собрались на вот этой площади вокруг Маркса, например. Голубь тоже прилетел. И ничего, живут прекрасно, уживаются вместе. Хотя, казалось бы, вот та же та же самая милиция или КГБ там должны, может быть, определять, кто из этих находящихся на площади людей подпадает под действие статисту 21.1 и должен отправиться срочным образом в Сибирь на много лет. Ну, нет, ничего этого не происходит, потому что эта параллельная реальность, она захватывает вообще уже всех. В ней живут люди, независимо от того, как они себя идентифицируют в сексуальном плане. Это не про это. Это про то, что воссоздано это пространство, и оно материально, и туда вдруг помещаются все граждане Советского Союза. Они ходят, может быть, из одного пространства в другое, но о том параллельном пространстве не знают прекрасно. Еще какие-то иллюстрации из интервью, вот вплоть до отрицания того, что вообще существуют какие-либо вот эти официальные запреты. Вот здесь меня убеждают рассказчик, с которым мы беседовали, что вообще не было никакой статьи в советское время. В его опыте он жил в этом параллельном Советском Союзе, где не было никаких статей, где вообще там другая жизнь, не похожая на то, что мы знаем. Даже если вот в бане там какой-то мужик стал избивать другого, ну он засек их и значит, ах, пидорасты и так далее, но это ничем не кончилось. Закона нет, не было закона замужеложства, говорит наш товарищ другой. Вот мне говорит, да, где? и я уже начинаю ему верить, естественно. Нету слова мужеложства вообще, не возникало нигде, откуда это взяли, не было такого, ни лесбиянства, ни голубой, таких слов не было в законе. То есть, это пространство настолько эффективно для жизни, повседневности человека, что оно убеждает их в своей реальности. И, видимо, успешно. Есть какие-то другие иллюстрации, как там жили вместе. Можно, если заинтересует больше, да, вот что-то есть у меня. Есть даже целая книга, которая посвящена именно лесбийскому советскому опыту. Такая исследовательница Франческа Стелла из Великобритании, Шотландии, которая собрала свидетельства жизни в этой параллельной вселенной. Ну, это, конечно, не так называют, но тем не менее. Там тоже рассказывается о том, каким образом был организован быт советских лесбиянок. И это быт не проблемный. Ну, вот были какие-то семейные отношения, да, мы жили, просто мы уже существовали вместе, собаку завели, там, аквариум. Тривиальные советские вещи. И это говорят нам с вами советские геи-лесбиянки, которые мы-то думали в Сибири все в ГУЛАГах шьют одежду миндан. Закон, который существовал, тем не менее, конечно, применялся, и мы знаем факты этого применения, это можно увидеть в статистике. Про Джанах. Да, но он применялся против людей, мало имеющих отношений именно сексуальной части, так сказать, гоносексуальности, ну, или имеющих, но это было не важно. Важно было, чтобы человека хоть как-нибудь да посадить за то, что он там политически не соответствовал нужным стандартам. А каким стандартам он соответствовал сексуально, это третий вопрос, просто формальность. Почему бы не применить именно этот закон, тем более, что это может иметь какие-то последствия для содержания уже в тюрьме. Потому что некоторые, кто там тоже задержатся, например, плохо относятся к этому вопросу и могут третировать этих людей. В этом, в этой параллельной вселенной она, мне это интересно, именно политические эффекты этого, она интересна тем, что в ней происходит своя революция. исследователи советского полагают, что эта революция растянулась во времени, но тем не менее она там была и проходила. Примерно с 60-х годов может быть какая-то другая может быть периодизация. Но в параллельном Советском Союзе шла революция. Сначала тихо, приватно, изменились сексуальные практики, люди стали более открыты для экспериментов. Затем об этом стало можно говорить в конце 80-х. А эффектом этого всего стала государственная революция. Тут важно сделать оговорку, что я вам рассказываю про одну часть такой параллельной вселенной, но их было много. Это множество Советских Союзов, которые жили параллельно с основным Советским Союзом. И они могли организовываться по принципу сексуальности, могли по каким-то другим идеологическим, политическим, да в конце концов эстетическим предпочтениям. И в каждой из этих вселенных параллельных проходили вот эти свои революции. И все они, конечно, и привели в конечном итоге в начале девяностых годов к тому, что этого государства не стало. Потому что его не стало вот так. Оно просто ушло и даже никто как-то не сожалел об этом. Потому что оно умерло для людей много лет назад. Оно уже когда-то там в 60-е, 70-е не имело такого значения. И все меньше и меньше имело к концу своей жизни. Поэтому когда оно признало свою смерть, об этом даже не плакали. Сейчас правда плачут. Это другой феномен. Немножко о том, что случилось дальше. Появилась такая иллюзия, это даже в моих интервью проявляется очень сильно. Все изменилось. Все стало другим. И действительно, по сравнению с Советским Союзом, в этой истории появляется новый игрок. Это рынок, которого раньше не было, и который вдруг приходит и как-то по-своему начинает организовывать городские пространства. Любые пространства, опять же. В случае истории с гомосексуальностью здесь представлены некоторые из тех возможностей, которые этот рынок стал предоставлять в 90-е годы. Это клубы, дискотеки. Кстати, если говорить о Российской Федерации, то практически везде что-то было. В этих интервью люди... Я в Петербурге только брал, но часто это были приезжие там откуда-то. И они рассказывают о том, что происходило в 90-е. Чаще всего это передвижная дискотека для геев для геев какая-то особая плешка для лесбиянок. То есть, это что-то может быть точечное, которое не всегда открыто, как клуб, но которое так или иначе там присутствует и по пятницам, по выходным, по четвергам организуется. Но это только иллюзия. Вот на самом деле, если говорить о России, то кардинально ничего не поменялось. Сразу было понятно, что да, рынок как бы дает нам эту иллюзию того, что что-то происходит, какие-то изменения есть. Но номенклатура оставалась верна своим принципам. И это видно опять же через законы, это видно, как уже в 96-м году гомосексуальность остается непредставимой, хотя она уже декриминализирована. Что такое непредставимость, это такой тоже термин для квир-теории очень важный. Я хочу проиллюстрировать на этой цитате. Это Владимир Владимирович Путин, что он нам рассказывает, что он пытался отвечать на разные вопросы касательно гомосексуальности и считает, что вопрос этот связан с демографией очень остро. Он предпринимает большие попытки и усилия, чтобы переломить ситуацию с демографией, как его неудовлетворительно, по его мнению. И наконец-таки эти попытки венчаются успехом. Прирост населения некоторый возник. И тут однополые браки, да, они, как известно, ему потомство не порождают. Поэтому с одной стороны терпимо относятся к сексуальным меньшинствам, но считают, что государство должно поддерживать другие процессы. Эту историю вы, скорее всего, знаете, потому что она, на самом деле, повторяется разными губами разных людей в разных странах всегда. Вот демография. но тут важно для иллюстрации именно идеи непредставимости не то, что отвечает конкретный человек, а то, что ему задают вопрос разрешено ли геям в России служить в армии. Чувствуете подвох? Разрешено ли геям в России служить в армии? Знаете, демография, однополые браки. То есть непредставимость означает, что человек не может связать какую-либо тему с чем-либо другим, кроме как с какой-то конкретной темой. Ему говорит армия, он говорит браки. Они связаны никак друг с другом вещи, вдруг, потому что невозможно, невозможно представить гомосексуальность и армию. При чем здесь это? Он даже не понимает. И эта непредставимость она влияет на законодательство. Ни в каком контексте, кроме как запретительном, кроме как непоощрительном, гомосексуальность не понимается. И, соответственно, принимаются какие-то законы, которые так или иначе должны принизить статус геев и лесбиянок. А за одним, пока, когда власти учат словарь активистский, сначала ЛГ, потом Б и Т и все это постепенно вносится вправо все больше и больше. В 96-м году в уголовном кодексе появилось лесбиянство российского. А сейчас у нас в административном кодексе уже есть и... Ну, нет, пока еще нету, но подразумевается. По крайней мере, в решениях Верховного суда есть уже и трансгендерность, есть уже и бисексуальность, и гомосексуализм в разных своих проявлениях. Может быть, и квир скоро изучат, но все в той же логике. Но интересно, как политическое продолжает жить в этой стране. Вот вам иллюстрации, что здесь происходит, какое событие запечатлено на снимке. Первый российский гей-прайд-парад в 2006 году был организован человеком в бежевой куртке Николай Алексеев при скоплении масс народу. Как видите, на этом снимке гей-параде приняли участие представители ЛГБТ-организаций, размахивающих флагами, с лозунгами, различные танцевальные группы города Москва и профсоюзные организации и так далее. В огромном количестве пришли на это событие, чтобы поддержать общеполитическую повестку товарища Алексеева и старательных. И это действительно так. Хотя, конечно, я с иронией произношу эти слова, потому что здесь на снимке только постоянные участники гей-прайда с 2006 года это неоконсервативные активисты и полиция, тогда еще милиция. Также там всякие бюджетники и прочее. они заметны. Но мы же с вами помним, что существует параллельный мир, и он оказывается, и эта фотография свидетельствует, оказывается, существует до сих пор. Я наткнулся на антропологическое описание этого события в одной из статей научных. эта статья рассказывает о том, как люди пришли буквально сюда, буквально в это время, и у них был с собой радужный флаг и листовки, и они пришли в количестве. Это были иностранные представители, не иностранные, всякие разные, но они так и не проявились на поверхности вот этой официальной власти, как геи-лесбиянки, пришедшие поддержать гей-правит-парад. Они были там, они реально присутствовали, и у них действительно были радужные флаги. Ну и один так и не доставил этот флаг из кармана, другой тоже мялся где-то в уголочке. Это событие как бы потенциально могло действительно случиться, но так и не состоялось. И мне кажется, это связано с существованием этого параллельного пространства. Казалось бы, в Советском Союзе оно понятно, организовано, имеет свои корни, но оно, видимо, продолжает существовать уже и в новых обстоятельствах, где есть и государство, и рынок, и есть новые какие-то истории, но и продолжает как-то структурировать наше политическое действие. Оно не разрушается, оно до сих пор существует, но уже не в своем топичном варианте, уже не в своем варианте как бы вот этого будущего радужного, в котором соединяются разные тела и по-разному оккупируют эту улицу все вместе, а в своем варианте вот как бы страха переступить границу альтернативной реальности, страха выйти в официальное пространство. в тех историях, которые я собирал, об этом тоже рассказывают, ну достаточно ярко, и это мнение повторяется практически в каждом интервью, потому что гейп-прайды и парады не нужны ни в коем случае, их не нужно, зачем, что за чушь, хотите тусоваться идите на природу, и там указывайте свои права, качайте. Дело в том, что благодаря этому советскому прошлому наше политическое действие, оно тоже организовано немножко по-другому. Оно не предполагает выход на улицу, оно предполагает вот какой-то другой тип активизма, и это может быть позитивная часть этой новой утопии. Активизма, в котором нет лозунга, но есть постоянная и кропотливая работа с теми, кто вокруг вас. как рассказывает например этот человек о том, что друзья, родственники, коллеги, он работает с ними, он объясняет, он может быть не не выходит на улицу с лозунгом, но он постоянно этот лозунг проговаривает в более сложных предложениях и словах своим друзьям. Он постоянно убеждает их и уверен, что эта техника политическая настолько успешна, что если брать в масштабе, как он говорит, тысяч людей, миллионы, столько же пропорционально увеличивается адекватных людей. И вот это, мне кажется, такой позитивный посыл этой довольно-таки грустной, честно говоря, истории, поскольку квир-теория позволяет искать малым что-то большее. И сейчас скажу, почему. Но сначала остановлюсь на двух выводах, один из которых я уже, правда, озвучил. Один – это то, что наше параллельное пространство все еще существует, оно все еще есть, и значит, там происходят свои революции, свои тихие революции, о которых мы, может быть, не знаем наверняка, но они есть. И, соответственно, рано или поздно они выйдут на поверхность, как это случилось в 91-м, 93-м. Так что это одна новость. И вторая вот эта вот теоретическая, да, что квир-теория, она позволяет в этих каких-то малых, повседневных, тривиальных, банальных вещах, крайней мере, иногда увидеть какое-то позитивное содержание, увидеть утопию, увидеть какой-то какой-то проект будущего, который реализуется здесь и сейчас, который может быть в конечном итоге вылиться во что-то другое, поскольку это не важно, это будущее, оно все равно будет, и оно все равно будет наше настоящее. Но важно, что эта утопия реализуется прямо здесь, прямо сейчас, прямо в этот момент. И вот это особое методологическое воображение позволяет эту утопию хватить. Поэтому тут вывод скорее такой, что я приглашаю вас пытаться воображать вместе, не бояться того, что воображение может завести в какие-то глупые и ненужные никому пространства, а наоборот эти пространства воображать и тем самым делать их реальностью. Вот может быть что такое квир Тюрджа. Тюрджа.